Томсо, не считаешь, что наши чеченцы сами виноваты, что нас опасаются? Наши толпами уезжали в Сирию, хотя исламские ученые говорили, что там беспредел и не надо туда ехать. Наши часто делают необдум. Не считаю. Сколько, если ты по процентам соотношения посмотришь количество чеченцев в Сирии и количество арабов, то это колоссальная будет разница. Чеченцев будет в разы меньше, чем арабов. Однако никто не считает арабов террористами опасными и так далее. Здесь дело не в этом. Вот эти вот, вот такие вот ваши мысли. Я понимаю, что это не оправдывается. То, что у нас наши там ездили в Сирию, это не оправдывается. Это плохо. Над этим надо работать, надо разъяснять. Это понятно. Но говорить, теперь мы с нами виноваты, у нас там кто-то поехал в Сирию, теперь мы все до конца своих дней должны здесь отвечать за это. Это настолько неправильный, неправильный подход к этому вопросу. Мы не несем ответственность за тех, кто ехал в Сирию. Мы не несем ответственность за того, кто убил учителя. Мы не несем никакой ответственности. Люди сами несут ответственность. Те, кто это совершили. Нет никакой коллективной ответственности. Поймите это. У нас, к сожалению, нам такую репутацию сделали российские спецслужбы, что когда вот обычно, когда человек рождается, ребенок, то родители делают из этого ребенка либо хорошего человека, то есть воспитание. Они его воспитывают. Родители, окружение, друзья, общественность. Они делают из него либо хорошего человека, давая ему хорошее воспитание, либо если они ему не дают этого воспитания, не пускают его как-то на самотек, то из него становится не очень хороший человек. Это стандартная ситуация как бы для всего этого мира. Кроме чеченцев. У чеченцев не так. Чеченец не рождается просто ребенком. Чеченец рождается террористом. Он родился, и он уже по умолчанию террорист. Опасный для всего этого мира. И вот далее уже родители и вообще весь этот мир, общество должны его исправить, сделать из него нормального человека. Понимаете, как у нас это работает? Но это не так. Это то, что сделала пропаганда российская. И не только российская. И если мы сами теперь еще будем с этим соглашаться, что да, мол, мы сами вот виноваты. Да, мы, конечно, виноваты. Мы виноваты своим безразличием. Вот чем мы виноваты. Мы виноваты безразличием, когда у нас по беспределу людей депортируют, и десятки тысяч наших соотечественников просто плюют на это. Едут к себе на работу, к друзьям выезжают там таксовать и так далее. Вот в чем наша проблема. Но ответственность за чужие преступления мы не несем. При этом я не говорю, что мы не должны работать, что мы не должны исправлять свое общество, что мы не должны воспитывать его. Нет, мы должны. Мы должны объяснять, что не надо ехать в Сирию, не надо никуда вообще ехать. Надо заниматься саморазвитием, не лезть ни в какие ненужные темы. У нас есть свой враг на своей земле. У нас есть своя проблема. Есть свои задачи, свои цели. Да, мы должны воспитывать. Но это не значит, что мы теперь должны нести ответственность за чужие преступления. Субтитры создавал DimaTorzok